МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компионат Коли нового тренерского состава. Для меня, как до старшего тренера женской сборной, это первое, то есть внутреннее серьезное соревнование. Мы очень ждали, что увидим, я очень ждала, что увидим какие-то новые имена, посмотрим молодежь на смену нашему основному составу. Ну, как старшему тренеру на женской сборной хотелось бы, чтобы количественный состав был побольше. Не очень много людей в некоторых весовых категориях, но хочется верить, что так у нас подрастает хорошая молодежь. В следующем году количественный состав будет больше, и качество борьбы от этого будет выше, и, соответственно, что уровень общего женского чемпионата будет выше и лучше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме Коноваловой и Церенковой на пьедестале почета появилась Алина Рубцова. Неудивительно, что и решающий поединок стал полным повторением прошлогоднего турнира. И исход тот же. За счет трех шидо победу одержала гомельская дзюдоистка. Я тактически сделала соперницу. У меня все получилось. Я этому очень рада и очень счастлива. Я знала, что будет дополнительное время. В любом случае, настраивалась и боролась до конца. Это была самая первая схватка, которую мы смотрели. И, откровенно говоря, меня несколько опечалило, что так называемая забойщица именно первый финал не дал нам оцененных действий. Но схватка не была скучной. Схватка была очень конкурентной. Достаточно сказать, что победа была достигнута только в результате трех наказаний. Пока слабая конкуренция в этой весовой категории. Есть у нас Маккейнка Арина, которая достаточно такая интересная спортсменка. Очень молодая, 2006 года рождения. Но она выбрала две республики в этом году по своему возрасту, по возрасту постарше. Здесь она не боролась, потому что еще маленькая. Пока в этой конкуренции у нас есть проблемы. В данном дивизионе ситуация с количеством участниц была куда лучше. Десятка красавиц на татаме. Но финал тот же. Ксения Данилович против Анны Бураковой. И исход без изменений. Быстрая победа Ксении с точкой в виде Асайкоми. Мы с Анной Бураковой встречались в прошлом году, также в финале. Сейчас в финале у меня получилось все так, как я задумала. Встречу выиграла в партере переворотом. Готовься к предстоящим турнирам, который будет в Питере 23-25 числа. Будем защищать нашу страну, наш герб, гимн. Будем бороться, побеждать, надеюсь. Ксюша, она явный лидер в своей категории, лидер команды. Две медали с турниров в России. Она надежный, профессиональный спортсмен, у которого нет вопросов ни на тренировках, ни на сборах, ни на соревнованиях. Я всегда говорю, что кто тренируется качественно, кто выполняет все, что от него требует, тот и показывает результат. Я думаю, что из женской сборной Данилович это является самым главным старожилом, именно старожилом верхней строчки белорусского рейтинга. Не дала она и на этот раз усомниться в том, что в будущий день она лучше. В этот раз было победить просто, легко. Но мы готовимся, тренируемся. Еще к более серьезным соревнованиям. Надеюсь, что в дальнейшем нас будут выпускать за границу. Будем уже на гран-при, гран-слэм бороться, чемпионат Европы, чемпионат мира. Наша любимица Ульяна Мининкова в чистом стиле одержала победу над Ариной Ободовой, пятый раз подтвердив свой золотой статус в категории до 57 килограмм. Браво! Уверенно шла. Я в этой весовой категории лидер. Поэтому у меня была задача такая не подвести ни себя, ни своего тренера. Поэтому такой результат интенсивный. Всегда сборы. Поэтому я думаю, все это в целом, в общем, и получилось, что подготовилась хорошо к чемпионату. Мининкова, член национальной сборной. Высокий класс, очень опытная спортсменка. Это наша боевая единица. Это основной член национальной сборной. Сейчас пока и уровня нет, спортсмена, которые достойны конкуренции. Но есть молодые, которым есть куда расти. И мы видим, что появляются девочки помоложе ее, которые стремятся дойти до ее уровня. Знаю, что вы являетесь давним почитателем ее борьбы. Но обе девчонки мне понравились. Обе были настроены на победу. И я думаю, что у Ульяне самой приятно, что у нее есть соперничество на таком уровне. Но на данный момент Ульяна в пятый раз доказала, что она номер один в Республике Беларусь. И Гомельская школа может гордиться такой спортсменкой. Курсина – это одна из тех, на кого мы надеемся. И молодежная сборная, и уже подходит она к основному составу. Вот они, Олла Сободова, должны конкурировать между собой за право бороться в национальном сборном. Чемпионка Беларуси прошлого года Полина Слесаренко в немалой степени из-за недавней травмы стала только третьей, проиграв в полуфинале сопернице Яны Мокрецкой. В ее отсутствие витебская дюдаистка быстро решила дело в свою пользу болевым приемом. Скоротечная, потому что я не люблю долго бороться. И, в принципе, был план выйти, выиграть и уйти. Собственно, все. Я хотела больше побороться в стойке, потому что партер у меня как ни крути здесь получается. Первую выиграла в течение спортера. И хотелось во второй финале показать бросковость какую-то. Но что-то не сошлось, и снова партер. Мокрецкая является одной из самых перспективных наших спортсменок молодых. В этом году она кандидат в попадание в национальную сборную в основной состав. Хорошая спортсменка, разноплановая. Есть у нее и техника хорошая поставленная. Верим в нее. Она вот недавно в Красноярске стала третьей. То есть у нее хорошие перспективы для развития. Это такая боевая, хорошая боевая единица для нас. Здесь Мокрецкая показала замечательное владение таким техническим действием, как болевой на руку. Провела его довольно успешно и довольно на ранней стадии схватки. Подтвердив сам свой класс и свое лидерство в данной весовой категории. Несмотря на неудачу, Полина Слисаренко, судя по всему, сдаваться не собирается. Полину Слисаренко, она третьей стала, проиграла как раз Курлович. Тяжелая драма у нее была, восстанавливается. То есть в процессе реабилитации сейчас постепенно начинает входить в форму. Это два спортсмена, молодых, хороших, они примерно одного возраста. И вот в их конкуренции, я думаю, что мы продвинемся вперед в этой весовой категории. У них вот эти медальные разборки, они постоянно конкурируют. И на молодежных республиках они были в финале. Сейчас вот Полина треть стала. На прошлом чемпионате не боролась Макрецкая, выиграла с Макрецкой. То есть это хорошая конкуренция, они знают, что они есть у друг друга. И это им не дает останавливаться. Традиции повтора финальной схватки были поддержаны в категории до 70 килограммов. Жанна Осипович через Асайкоми в Азарея Васета Япон одержала победу над Анастасией Семеновой. Схватка Осиповича Семенова была прогнозируемая, на мой взгляд. О чем нам сказали главные тренера нашей национальной сборной. На сегодняшний день Осиповича действительно сильнейшая представительница в этой весовой категории в женском дедом. Надеемся на развитие Насти, ну и Жанна, которая будет помогать, передавать опыт. И тоже в такой конкуренции всегда рождается результат. Поэтому, если мы будем друг другу помогать, я надеюсь, что как-то повысим уровень и общий класс. И остальных девочек, которые не попали в финал. Милинкевич, это молодая тоже спортсменка. И Карабут тоже молодые девчонки. Это те, которые должны год-два, и которые должны быть в основе национальной команды. Это наша надежда на будущее. Если все будет идти так, как мы планируем, то я думаю, что в скором будущем они повысят свой уровень. И будут более конкурентные. Все в их руках. С нашей стороны только помощь, учебно-тренировочный сбор и тренировочный процесс. В тяжелом дивизионе по традиции наблюдала ситуация, похожая на легкие веса. Всего квартет соискательниц наградки. А это означает круговой турнир и решающий поединок под его занавес. Дарья Концевая через Вазари вышла на Асайкоме и подарила Витебску золото. Все сложилось, как планировало. Мы работали с тренером над этой спортсменкой, чтобы я забрала ее рук, двигалась от нее. В принципе, я выполнила свою задачу. Где-то немного суетилась, но в принципе, задачу свою и выполнила. То есть я не разворачивала свою сторону. Да, сборов было более чем предостаточно. Тем более мы ездили на сборы в Российскую Федерацию. Там достаточно много девчонок по сравнению с нашей страной. То есть очень много спарринга, и это очень круто. Дарья Концевая и Славян Ирнкевич я запомнил еще по прошлому чемпионату Республики. Их противостояние, оно такое уже стало достаточно традиционным и очень неоднозначным. Здесь Дарья Концевая показала себя уже во всей красе. И, собственно говоря, доказала, что на сегодняшний день она в этой весовой категории номер один. Даша является самой опытной спортсменкой в этой весовой категории. Она ходит в состав национальной сборной страны. Безерка первенства Европы до 23 лет. Но ее была задача доказать, что она лучше. В том году на чемпионате у нее были определенные проблемы в командных соревнованиях и в личных. Вот как раз со Славяной. Здесь ей нужно было доказать свой уровень, класс и мастерство. Доказать, что она является первым номером в высовой категории. На Алиска с ней брала Славяна Крилкевич. Это молодая спортсменка, только с кадетского возраста выходит. Достаточно перспективная девочка, трудолюбивая. Самоотверженно тренируется. То есть учится в училище Олимпийского резерва. У нее неплохое будущее. Я думаю, что она составит хорошую конкуренцию в этой весовой категории. Знаковый для нашего дзюдо дивизион был представлен пятеркой спортсменок, которые, исходя из ситуации, выясняли отношения тоже по круговой системе. В отсутствие прошлогодней чемпионки Марии Кондратьевой лучшей стала Анжелика Мартинкевич, которая одолела бронзовую медалистку Марию Песляк. Тезка могилевчанки Дуг стала второй. Учесть, что я первый раз стала чемпионкой страны. Пока я не осознала их, но я думаю, что завтра я проснусь и буду понимать, что я чемпион. Соперники как бы все знакомые. Тут, как бы, скажем так, уже дело тактики, может где-то опыта, может где-то какого-то настроя главного. Может, психологически больше был настроен, но выиграть, победить и стать лучшей. Примерно равная спадка. Анжелика достаточно давно борется. Я еще, будучи спортсменом, с ней боролась. Опытный спортсмен на уровне чемпионата Республики Беларусь, в принципе, конкретно способный. Боролась и в 78 на килограммах, в тяжелом весе. Но впервые выиграла чемпионат страны. И пока это, конечно, не уровень мирового дзюдо, понятное дело. Но я верю, что в скором будущем повысится класс этой весовой категории. И уровень этой весовой категории будет выше и лучше, и качество борьбы будет лучше. Схватка была достаточно запоминающаяся не только о своей борьбе, но и такая достаточно типажом самих спортсменок, очень колоритная спортсменка. Но это всегда зрелищно, тяжелая весовая категория. Борьба была достаточно конкурентная. И именно Мартин Кеевич, проведя успешно техническое действие, выиграла в Азаре. Ну, собственно говоря, все по делу. К этому весу у нас особое пристальное внимание, потому что трон, который оставила после себя Марина Слуцкая, пока бакантен. И поэтому мы присматриваемся, кто может подойти близко. Девчонкам еще, конечно, до Марины Слуцкой далековато. Но это, опять же, пища для размышления тренерскому штабу. Надеюсь, что они вот уже сделали для себя какие-то наметки и в этих спортсменках увидели какой-то потенциал. На данный момент хороших таких спортсменов, которые вот здесь и сейчас могли бы защищать часть страны в этой весовой категории на высоком уровне, нет. Есть хорошие кадеты. Это девочки 2006 года рождения, 2007 года рождения. Они фактурные, трудолюбивые, очень целеустремленные, готовы работать и развиваться в направлении своего совершенствования в дзюдо. Если нам удастся их сохранить, развить их борьбу, качество борьбы и, соответственно, повысить их уровень подготовки и борьбы, я верю, что через 3-4 года они уже смогут выступать уровнем выше и на чемпионате страны будет больше конкуренции. Благодаря вот именно этим спортсменам молодым. Но это молодые спортсмены, между мной и ими 15 лет разницы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОДДО НА ДОДДО Командный дух дзюдо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА